Сразу хочу предупредить, вот это сказал не я. Это цитата из интервью нового вице-премьера Дмитрия Козака, куратора топливно-энергетического комплекса и промышленности России. Но я столько раз об этом говорил, что возникает ощущение, будто Козак смотрит мои программы. 27 августа Дмитрий Козак дал интервью, из которого мы узнали о том, в каком направлении будут развиваться самые важные для страны отрасли нашей экономики. Один из актуальных вопросов – рынок топлива. Итак, новый налоговый маневр. Принятый законопроект, говорит Дмитрий Николаевич, ляжет в основу формирования бюджета на следующие три года. Некоторые уточнения возможны, но они вряд ли существенно повлияют в целом на налоговое бремя для нефтяной отрасли или приведут к существенному сокрушению доходов федерального бюджета. Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года. То есть, акцизы на бензин и дистопливо будут увеличены на 3700 и 2700 рублей за тонну соответственно. Одновременно с введением новой налоговой системы, с понижением таможенных пошлин и повышением налога на добычу полезных ископаемых, предусматривается отрицательный акциз для нефтеперерабатывающих предприятий, который должен выполнить миссию рыночного инструмента сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортный диспаритет, а паритет – это цена поставки на экспорт за вычетом пошлины транспортных расходов, мы не сможем преодолеть с помощью отрицательного и демпфирующего, то есть снижающего акциза надбавку, которая должна компенсировать компаниям часть разницы между мировой ценой и ценой внутреннего рынка, тогда в распоряжении правительства остается такой инструмент, как введение временно экспортной пошлины и на нефть, и на нефтепродукты. Несмотря на то, что возможное использование такого инструмента приведет к снижению потенциальных доходов, нефтяники с пониманием к этому отнеслись, как считает вице-премьер. Пара слов о Роснефти и ее шефе. Руководитель Роснефти Игорь Иванович Сечин является авторитетным человеком в этой отрасли. Роснефть – крупнейшая компания в России и одна из крупнейших в мире. Ее мнение должно тоже учитываться, но наряду с другими. Роснефть участвует во всех дискуссиях, о которых мы говорили, но на равных с другими компаниями. Компании, включая Роснефть, вправе вносить любые предложения. Они рассматриваются так же, как предложения всех граждан нашей страны. Проблемы центра принятия решений не существует. Такими центрами являются конституционные органы власти. Президент, с учетом важности отрасли для нашей страны, парламент и правительство. Вот что говорит Козак о компаниях, попавших под санкции. Правительство принимает меры по минимизации негативных последствий административных барьеров, которые создаются этими санкциями. Прежде всего, путем поддержания спроса на продукцию компаний на внутреннем рынке, повышением для них доступности к финансовым ресурсам. Те, кто вводят санкции, должны понимать, что воюют не с правительством и президентом, а с простыми людьми, которые работают на производствах. Если встанут заводы газа или русала, это будет масштабное социальное бедствие. Авторам ограничительных мер будет тяжело взвалить ответственность на это только на политическое руководство России. У Козака есть то, чего так не хватало его предшественнику Дворковичу. Но и не только ему. Это репутация. О нем не ходит никаких слухов о коррумпированности. Он давний питерский соратник Путина. И он проверен делом на разных должностях. Очень хочется надеяться, что ему удастся создать коллектив компетентных помощников и советников, чтобы не ошибаться в принятии решений. Первое испытание на новом посту – это бензиновый кризис. Ждем. Это была Суддела. Все будет хорошо. Не сомневайтесь. Продолжение следует.